МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, хромая утка из Вашингтона, старина Джоза, хотела напоследок хрипло крякнуть и, кажется, разрешила нелегитимному президенту Украины использовать дальнобойное оружие против России. Что это? Тотальная экскалация конфликта? Предпосылки к началу глобальной войны? Открытое вступление в военные действия НАТО? И чем это грозит как для нас, так и для всей планеты в целом? Давайте разбираться. Сегодня в СМИ много говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары не наносятся словами. Такие вещи не объявляются. Ракеты скажут сами за себя. Они обязательно скажут. Вероятно, ставка ЗЕС работала в долгоиграющей перспективе. То ли деменция окончательно настигла пока еще президента США, то ли демократы решили громко хлопнуть дверью, оставляя ошалевшего от такого счастья Трампа разгребать последствия этого авантюрного решения. Но даже в США этот шаг нынешней администрации называют безумным и провокационным. Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью. Скорее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба. И уцачит за собой еще много-много-много людей. Но это их проблемы и их выбор. Мы знаем, что мы должны делать. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американских чиновников написал об этом один из первых. Якобы причиной такого решения, так и первоочередными целями ударов, будут российские и никем не доказанные северокорейские войска в Курской области. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и или Республики Беларусь, как государство-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету и или территориальной целостности. Затем всплыла на поверхность информация, что вслед за США разрешение на аналогичные удары дали Британия и Франция. Но тут вроде бы нет никакой новости. В Лондоне и Париже уже давно просили Вашингтон дать добро Киеву, но долгие недели дед упрямо держался и отказывал. Возможно, способствовало этому понимание, что в военном плане американские ракеты ничего не изменят и не помогут киевскому режиму переломить ход войны. Это может изменить ситуацию. И чем дольше Украина сможет наносить удары, тем короче будет война. У нас есть полное право наносить удары по военным целям на территории России. Это наше законное право, и это спасет наши жизни и жизни наших мирных жителей. К слову, испугавшись собственной храбрости, помноженной на глупость и Бриты, и Французы, резко пошли в отказ. А Лефигарао, которая оперативно опубликовала новость о том, что они, мол, тоже разрешили, оперативно почистила все записи. Но интернет помнит все. Пришло время для Европы взять на себя стратегические обязательства перед Украиной, подвергшейся нападению, как вчера на нее обрушилась волна ракет, запущенных только для того, чтобы заставить нас понять, каковы истинные цели Кремля. Поэтому я говорю сегодня, после нескольких часов обсуждений с моими коллегами, государствами-членами, министром иностранных дел и министром обороны, что наша поддержка Украины должна остаться. От военной поддержки до финансовой и санкций – это наш жизненно важный интерес. Что же заставило администрацию США пересмотреть собственный подход к конфликту на Украине и дать отмашку Владимиру кровожадно потирать ручки в ожидании окончательного дам? Наверное, все на поверхности. Эта провокация сделана в попытке решить сразу несколько внешнеполитических задач Америки. Во-первых, желание вдохновить союзников не только южнокорейцев и японцев, опасающихся последствий российско-северокорейского сотрудничества, но и европейцев. Все потому, что последние успехи армии России вкупе с победой Трампа на выборах повергли русофобскую часть Европы в уныние. А после решения Байдена дать отмашку на дальнобойные атаки русофобы снова воспряли духом. Сейчас история творится в Украине. Европа обязана приложить все усилия, чтобы поддержать принципы международного права, восстановить табу, согласно которому в Европе нельзя менять границы силой. Европа несет ответственность за своих граждан, соседей и будущее поколение. Тут же оживился на обочине истории и Зеленский. Окончание войны для него значило бы только одно – политическую, а может и не только – утилизацию. А тут вон оно как. Американский сапог немного ослабил давление и дал хапнуть воздухом. Провокация явно предназначена для проверки решимости Москвы, которая год из года рисует красные линии, но в конечном итоге откровенно жалеет украинское население. На Западе точно знают, что Кремль будет воспринимать разрешение на удары как прямое участие Запада в военной агрессии против России, о чем без купюр когда-то говорил и Владимир Путин. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Имеет право на жизнь и версия, что провокация Байдена направлена против будущего президента США. А что? Дед вполне может подложить свинью и сорвать любые попытки Трампа договориться с Москвой. Тот же Илон Маск, который в новой администрации США будет иметь очень весомую роль, предупреждает всех причастных, что так просто с рук это разрешение никому не сойдет. В мире считают это решение самым безумным за последние несколько месяцев. Шаги Москвы в случае исполнения угроз со стороны Запада могут быть самыми разнообразными. К примеру, Кремль может поставить свои дальнобойные ракеты ряду стран, таких как Куба и Венесуэла, или некоторым постанческим движениям, например, Куситом в Йемене. Остается и возможность прямо атаковать объекты НАТО и саму Украину. Эффективными будут и сверхмассированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Главное — не довести дело до использования оружия, после которого всем резко станет не до смеха. Субтитры создавал DimaTorzok